МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Александр Базаров. Непростые экономические условия не мешают развиваться в Чувашии электротехническому кластеру. Научно-производственное предприятие Бреслер расширило производственные площади, открыв новый корпус. Мы летом смотрели, оценивали, когда же ведем новый уже производственный корпус, научно-технический, научно-технологический, для того, чтобы вы, используя свои способности, свои умы, ученые на научной основе новые идеи в этом новом производственном корпусе реализовывали. Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит повысить технологический уровень производства в области электроэнергетики, увеличить объемы и качество выпускаемой продукции, и, что не менее важно для Республики, создать около 50 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Мы с ранних курсов приглашаем студентов, они у нас проходят обучение, работают, чтобы к концу учебы, получая диплом, они к нам уже пришли готовыми специалистами, чтобы... Ну вот как сейчас на автомате, стоят на линии, на линии вот это. Я в этом году закончил, он уже практически... Мы сами преподаем. Четырехэтажный корпус, газовая котельная и трансформаторная постанция – лишь первый этап строительства. В июле 2015 года начнется введение дополнительного шестиэтажного здания площадью 4,5 тысяч квадратных метров. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Устранен последний барьер, сдерживающий поток автомобилей на базовом проезде в столице Республики. Прошлогодняя реконструкция дороги разгрузила основные городские магистрали. Но без расширения железнодорожного переезда цели достичь не удавалось. Точку в проблемном вопросе поставили в этом году. Реконструкция длилась ровно месяц. Приходилось стыковать работы с расписанием поездов. К тому же мешали и многие водители, пытаясь проскочить участок, игнорируя предупреждающие знаки. Все это затрудняло ход строительства. Теперь переезд расширен до трех полос. Две на выезд из города, одна на въезд. Жители и гости столицы Республики могут больше не задумываться о маршрудах объезда и пользоваться новой широкой дорогой на одном из самых загруженных участков города. Регионы разные, проблема общая. Сегодня ряд субъектов страны, включающий вашу, в режиме видеоконференции обсудили выполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Кабардино-Балкарская республика, Мариэл, Тюменская, Новосибирская и Тамбовская области. Вот те немногие регионы, где программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья выполняется и даже с опережением. Отметил Дмитрий Казак. Впрочем, в другом списке тех, кто нарушил сроки реализации, значится куда больше субъектов. 17 субъектов Российской Федерации, которые по состоянию на сегодня, на 20 ноября, реализовали по состоянию за три квартала, реализовали программу только на 15%. Мы договаривались о том, что больше мы не будем клясться друг другу, не будем убеждать друг друга в оцененном доверии или недоверии, а все обязательства против денег, если должны быть подкреплены финансово, в случае невыполнения соответствующих обязательств, должны наступать финансовые последствия. Иными словами, те, кто подобные гарантии не даст, денег в следующем году из фонда реформирования ЖКХ не получат. Еще одна непростая тема – капитальный ремонт. Законопроект долго обсуждался жителям, детально объясняли, за что они будут платить. Но в реализации закона возникли сложности. В некоторых субъектах Российской Федерации указывают срок ремонта жилого дома – это 15-30 год. Вот как вы думаете, как там люди будут после этого относиться? 15-30 год. Хотя должен быть четко указан год ремонта. Навести порядок в этой области, причем срочно, еще более важная задача, отметил заместитель правительства страны. Ведь касается она абсолютного большинства российских граждан. Ольга Пырочкина, адрес Передонов, Республика. 30 ноября в России отметят День матери. Сколько бы добрых слов мы не говорили мамам, их все равно не хватит, чтобы выразить всю любовь к главному человеку в нашей жизни. В столице Чувашия в преддверии праздника прошел республиканский конкурс «Семья года-2014». Этой доброй традиции 10 лет. Лучшие семьи республики собираются вместе, чтобы рассказать, как удается им жить в мире и согласие воспитывать детей и чувствовать себя счастливыми. Сегодня мы чествуем самых лучших, сегодня мы чествуем самых-самых семейных, самых-самых любящих и любимых членов нашего общества, жителей нашей дорогой и любимой Чувашской республики. Многодетных семей в нашей Чувашской республике только за последние три года увеличилось на 20%. Вдумайтесь в эту цифру. Сегодня практически каждая 12-13 семья – это семья с тремя и более детьми. И если каких-то 5-6-7 лет тому назад мы считали эти семьи по пальцам, где можно было сказать, что да, трое детей, четверо детей, то сегодня это становится нормой. Сегодня, когда начинают мамы рожать, когда они верят в завтрашний день, они уверены в завтрашнем дне. «Восславим женщину, многодетную мать» – именно под таким девизом проходил конкурс в этом году. Всего в отборочных турах приняло участие более 150 семей, и лишь 28 из них смогли побороться за звание лучшей семьи в финале конкурса. Чувашская земля, вообще Израиль, была очень доброй, благожелательной. И мамы, по сравнению с другими регионами, я это ответственно могу сказать, всегда стремились, старались воспитать достойно своих детей. Конечно, ноша – это непростая. Ноша очень серьезная, очень ответственная. И мама всегда хочет, чтобы дети были целеустремленными, талантливыми, творческими, умными, способными – это во-первых. Во-вторых, мамы всегда хотят и желают, и стремятся, чтобы дети были готовы к жизни самореализоваться. Это очень важно. Самым творческим, спортивным и крепким семьям Чувашии досталось немало наград и призов. А почетное звание «Семья года-2014» получила семья Егоровых Ленинского района. Их ячейка общества существует вот уже 16 лет. За это время у родителей появилось 9 детей. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев. Республика. Доверие, взаимопонимание и уважение – три составляющие крепкой семьи. Так считает герой нашего следующего сюжета. За 16 лет супружеской жизни Алексея и Марина Егоровы разгадали секрет семейного благополучия. Накануне финала конкурса «Семья года» наша съемочная группа побывала в гостях у семьи победителей. Они еще не знали, что получат главную награду. Однако подготовка к финалу шла полным ходом. Участие во всевозможных конкурсах – добрая семейная традиция. Помимо семи года было много других проектов. В городском конкурсе «Суперпапа» Алексей занял призовое место. Марина в это время участвовала в телевизионном проекте, а вечерами готовила детей к школьным конкурсам. Я сама люблю что-то делать своими руками. Мы везде стараемся участвовать. Конкурс там какой-то сладкоежки или сластеный, значит мы думаем. Значит, один будет колбасу делать сладкую, другой будет торт, другой будет торт. Третий там еще что-то будет презентовать. На вопрос, как вы все успеваете, Марина лишь пожимает плечами. Говорит, что обычно об этом даже не задумывается. Тяжело только утром. Нужно приготовить еду, потом проследить, чтобы школьники позавтракали и тепло оделись. Пока старшая на занятиях, есть время на готовку уборку. А вечером старается помочь муж. В свободную от домашних дел минуту мать семейства погружается в творчество, создавая поделки из бисера и глины. Творчеством, но уже техническим, увлечен и старший сын Филипп. Хожу на кружок робототехники. Люблю электроникой заниматься. В будущем, думаю, стать программистом. Для этого нужно учить английский язык, хорошо знать. Чтобы стать высококлассным специалистом, нужно усердно учиться. Старшие школьники делают уроки самостоятельно, а с младшими иногда приходится посидеть. Смотри, это остров. Остров – это когда отдельно. Посмотри сам, сравни вот этот и этот. Чем он отличается? А тут большая, а тут маленькая. Нет, еще что. Если не со всех сторон, вот видишь, с этих сторон заболевается, а здесь нет. Вот полуостров. Это полуостров. Это острова. Надо подправить. Филипп, Надежда, Авдия, Тимофей и Екатерина посещают кружок плавания. Участвуют в городских соревнованиях. И пополняют семейную копилку с золотыми медалями. Марка учится в первом классе. И уже делает успехи в математике. Галя и Валя ходят в детский сад, мастерят подарки для родителей и выступают на утренниках. Пятилетний Захар мечтает стать строителем, часами конструируя дороги и замки из лего. А вдохновляет всех на творческие, спортивные и хозяйственные подвиги мама. Марина уверена, чтобы человек был счастливым, он должен жить, трудиться, отдыхать, заниматься творчеством с искренним интересом. А этому нужно учить с детства. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Глава Чувашия подписал указ об установлении трудового стажа, необходимого для присвоения звания ветерана труда Чувашской республики. Не менее 37,5 лет для женщины, 42,5 лет для мужчин. О том, сколько людей получит звание в этом году и кто чаще становится ветераном труда, мужчины или женщины, нам рассказал председатель Республиканского совета отцов, депутат Щебоксарского городского собрания Владимир Викторов. Глава Чувашия, Республика. Началаح, реклама Чувашия, Республика. За браком средиzin. Сегодня в Чувашской республике действительно идет спортивный бум. Есть все условия для того, чтобы заняться физкультурой, спортом, чтобы продлить свою жизнь. И в перспективу хочет, чтобы 50 на 50 вот это соотношение было. Вчера в одной из деревень Красночитайского района произошел пожар. Погибли два человека. Сейчас ведется проверка. Во время пожара в доме погибла 43-летняя жительница деревни Кузнечина и ее 20-летний сын. По предварительной версии они отравились угарным газом. Пожарные прибыли практически сразу, однако спасти женщину и ее сына не удалось. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена пожарно-техническая экспертиза. В качестве одной из возможных причин специалисты рассматривают замыкание электропроводки. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Чувашской республике подвел итоги работы за 2014 год. Подробности в следующем материале. 27 ноября в Чебоксарах под председательством начальника управления ФСБ России по Чувашской республике генерал-майора Сергея Сафронова состоялось итоговое заседание оперативного штаба Национального антитеррористического комитета. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел по Чувашской республике генерал-майор полиции Сергей Семенов, председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин и руководители силовых структур. В этом году в Чувашии проведены два широкомасштабных антитеррористических учения. В их рамках проверялась готовность силовой группировки оперативного штаба к проведению контртеррористических операций. Анализ практических действий и общий разбор учений показали, что в целом силы и средства группировки штаба готовы к выполнению задач по противодействию терроризму. При организации проведения учебных КТО силы и средства группировки продемонстрировали хороший уровень взаимодействия боевого слаживания. Основные усилия в деятельности штаба в этом году были также направлены на своевременное выявление признаков подготовки террористических актов, обеспечения безопасности важных общественно-политических, а также спортивных мероприятий. На заседаниях вырабатывались меры, направленные на предотвращение террористических угроз и дальнейшее развитие государственной системы противодействия терроризму. В 2015 году работа по противодействию террористическим угрозам будет продолжена. Резкий рост употребления психоактивных веществ переполошил осенью всю Россию и Чувашию в том числе. В стране так называемых спайсов пострадали более 800 человек, были и смертельные случаи. В нашей республике отравились 20 человек, в том числе и несовершеннолетние. Как предотвратить подобные ситуации, заставить молодежь отказаться от пагубной привычки? Эти вопросы постоянно обсуждаются на всех уровнях. В Волжском филиале МАДИ прошла Всероссийская научно-практическая конференция по антинаркотической политике. Конечно, одними словами и собраниями предотвратить употребление наркотиков молодыми людьми практически невозможно. Но на подобных мероприятиях сами ребята и компетентные специалисты в этой области обращают внимание всех на пагубность этого явления. Ищут совместные пути решения. Мы выезжали на торс лед, где проводились разные мероприятия на сплочение, на выявление лидеров, на разные конкурсы, на объединение. И чтобы у студентов не оставалось времени на совершение различных глупостей. Так скажем, чтобы они не связывались ни с той компанией, чтобы они занимались спортом, чтобы они посещали творческие мероприятия. Наркотики – это не просто зло, угроза человечеству. Это уже целенаправленное истребление нации, отметил старший помощник прокурора республики Альберт Петров. Все чаще появляются новые виды наркотиков или же вещества, которые по закону даже причислить к этой категории невозможно. Но вред они наносят такой же, если не больший. Руководитель клуба исторической реконструкции уверен, если направлять энергию ребенка в правильное русло с малых лет, то можно избежать пагубных привычек. Мы работаем как с маленькими детьми с 6 лет, так и со взрослыми мужчинами и имеем богатый опыт в подготовке, в занятиях с трудными подростками. И ни один из наших детей, а подростков, участников нашего клуба, ни разу не столкнулся с такой проблемой, как наркотики или наркотическая зависимость. У нас очень интересные занятия, которые полностью отрывают молодого человека от каких-то лишних и ненужных вредных привычек, которые встречаются в современном обществе. В нашем клубе мы занимаемся историческим фехтованием, верховой издой, рыцарской подготовкой, стрельбой из лука, метанием копья, изучением древних ремесел, шьем костюмы, делаем доспехи. И каждому мальчишке очень интересно попробовать себя на прочность, попробовать какие-либо ремесла своими руками поделать. Проявить социальную активность в борьбе с наркоманией может и должен каждый. В Чувашии до 17 декабря продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью». Татьяна Трофимова, Расиль Мухаммедов, Республика. В России с каждым годом растет количество сектанских организаций. Только в нашей республике их уже более 400. Эту важную проблему обсуждали в Чебоксарском кооперативном институте. Что такое секта, современный человек представляет вполне отчетливо. Но не каждый осознает, что подобные организации действуют совсем рядом. И их жертвами в любой момент могут стать наши близкие, знакомые и, наконец, мы сами. Адепты сектанских движений работают действительно очень профессионально, применяя психологические методы воздействия на человеческое сознание. Я бы хотел сказать, что в секты не попадают люди сами. Туда их приводят. И приводят по всем основным принципам маркетинга. Сначала привлекается ближний круг, потом дальний, теплые отношения, связи так называемые, холодные и так далее. Наказание за сектантскую деятельность и пропаганду в Уголовном кодексе не предусматривается. Хотя представители этих организаций не только вынуждают людей передавать им деньги и дорогостоящие имущества, но и меняют мировоззрение человека. Я сделал для себя такой, что самая уязвимая часть нашего человеческого тела – это мозг. Мы пускаем туда кого угодно и что угодно. Чтобы обезопасить себя и своих близких от недоброжелательных влияний, представители Центра помощи пострадавшим от сект составили и выложили в интернет реестр действующих сект на территории Чувашии и не только. И необходимо помнить, что выйти из секты гораздо сложнее, чем в нее попасть. Будьте внимательны к своим близким, особенно к тем, кто страдает от одиночества или попал в сложную жизненную ситуацию. Помогите им первыми. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Необычные уроки сегодня прошли во многих учебных заведениях страны, в том числе и в Чувашии. В роли преподавателей выступили работники налоговых органов. Это только кажется, что школьникам о налоговых думать еще рано. Пройдет совсем немного времени и все они станут налогоплательщиками. Так что воспитывать, что называется налоговое правосознание, в них самое время считают специалисты. Как зародилась система? Почему когда-то налоги платили за борду, тень и даже пыль? Что такое налоговая политика государства? Обо всем этом ученикам рассказывали действующие сотрудники налоговых органов. Форма уроков была игровой. Кстати, в нашей республике подобные мероприятия со школьниками проводят с 2002 года. Национальное телевидение Чувашии расширяет зону вещания. Уже несколько городов республики в режиме реального времени могут знакомиться с новостями и другими программами телеканала. Насколько сложной с технической точки зрения оказалась задача и как отнеслись к новому СМИ в Шумерле, выясняла наша съемочная группа. Подробный рассказ об этом далее. Я же с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. Республика, комфортный город, правительственная связь. А всего более 30 разнообразных программ на русском и чувашском языках, созданных коллективом Национальной телерадиокомпании Чувашии, теперь доступны жителям города Шумерля. Было много обращений от жителей нашего города с просьбами начать вещание и других телекомпаний чувашских. Мы решили начать вещание телеканала Национальной телерадиокомпании Чувашии. И этот телеканал пошел нам навстречу. И мы организовали вещание непосредственно из города Чебоксар в город Шумерлю в тём использовании цифровых линий связи. Национальное телевидение – важный источник информации для жителей Чувашии. Телеканал подробно и оперативно освещает жизнь республики. Мы провели небольшой опрос среди наших абонентов, чтобы узнать, то есть вообще нужен он им или нет, какая была у них реакция. К нашему даже удивлению мы поняли то, что шумерлинцы – большие поклонники вашего телеканала. И очень многие шумерлинцы посещают столицу Чувашии. Естественно, они знакомы с работой вашего телеканала. Теперь они очень рады и довольны, что смогут смотреть передачи, которые производит Национальное телевидение Чувашии, не выходя из дома, находясь в Шумерле, благодаря тому, что он теперь появился в сети кабельного телевидения. 20 тысяч человек, а это примерно 70% населения Шумерли, смогут увидеть наш телеканал в своих телевизорах, благодаря разветвленной сети кабельного телевидения канала «Новая реальность». Смотрим с кабельного телевидения. Очень понравился канал. Всякие смотрю, там все показывают. Там и музыка есть, и фильмы показывают. К сожалению, на Чувашском языке не смотрю, не знаю. Все остальное смотрю. Приятно. Сейчас какие-то дикторы стали хорошо выглядеть, хорошо разговаривать. Много не смотрела еще, много не могу сказать. Республику только вот включаю. А без программы совсем плохо. Ну, иногда фильмы там какие-то бывают. Лелика-болика показываю. Смотрю про ЖКХ там. Смотрела. Я, конечно, вот недавно смотрю сейчас. Концерты там эти, всякие национальности вот эти выступать приехали. О погоде хорошо вот каждый день узнавать. Ну, мне нравится. Я вот, конечно, днем не включаю, вечером особенно включаю. Программа мне очень нравится. Я когда еду к Чуваксару, к сестре, сразу переключаюсь на этот канал, больше ничего не смотрю. Спасибо за этому каналу. Выход в районы республики, где национальное телевидение ждали давно. Технически задача очень сложная. Реализовать проект в Шумерле удалось благодаря выгодному предложению от компании «Билайн». В компании «Билайн» имеется оптика, которая проложена по территории Чувашской республики. У нас есть Северное кольцо и у нас есть Южное оптическое кольцо. На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугесет, Севильск, Марпосад, Козловка и Тюрлюма. Шумерле – большой город и в нем изначально хорошо развиты кабельные сети. Жители всегда пользовались дымовыми кабельными сетями и поэтому активно используют кабельное телевидение. И поэтому очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. Можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Теперь наш телеканал с логотипом Чувашьень и солярной звездой в правом верхнем углу экрана вещает в Шумерле как в аналоговом, так и цифровом социальном пакете на 19-й кнопке. Для нас, конечно, было впервые использование этой технологии. До сих пор мы использовали стандартную, традиционную технологию – это получение сигнала от телеканалов либо эфирным путем, либо спутниковым путем. А именно получение сигнала по IP было сделано впервые. Но технические специалисты телерадиокомпании Чувашия, компании Билайн и нашей компании успешно справились с этой задачей. И теперь зрители нашего города могут получать качественную телевизионную картинку телеканала Чувашьян. Кроме Шумерли, сигнал национальной телерадиокомпании Чувашии подан еще в три крупных города республики – Канаш, Ядрин и АллатР. А уже совсем скоро смотреть наши программы смогут и жители поселков Вурнары и Ибреси. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова